И снова здравствуйте, мои дорогие друзья, любимые подписчики, уважаемые спонсоры всех. Приветствую на канале Турецкие Байки. Записываю болталку на тему ответов на ваши комментарии. Напоминаю, что я не на все комментарии отвечаю, только на те, которые у меня есть желание ответить. Я принципиально не отвечаю на различные провокации, оскорбления и так далее. Но если мне сильно хочется вас высмеять, то да, я могу. В основном такие люди тратят свой аккаунт, потому что я его баню. И больше мы с вами общаться с этого конкретно аккаунта не будем. Но есть некоторые тролли, которые штампуют аккаунты, знаете, как под копирку. Ну и давайте перейдем к вопросам. Прежде всего, почему я не открою комментарии в Телеграм? Ага, сейчас бегу и падаю. Но на самом деле не очень попытка, знаете. Такая, знаете, грубая и видно, что сразу человек хочет мне кучу говна с лопатой туда накидать в комментариях, чтобы я там сидела, контентом своим не занималась, а только чистила комментарии. Нет, конечно же. Тогда зачем, типа, спрашивается, мой Телеграм нужен? Мой Телеграм нужен для того, чтобы я вам говорила доброе утро, добрый вечер, поздравляла с праздниками, говорила сиюминутные новости, которые происходят в моей жизни. Например, у меня сегодня слетела вся запись видео, вот эти все видео я пишу по второму разу из-за микрофона. Конкретно в своем Телеграме я публикую сиюминутные цены. То есть я куда-то сходила, с телефона все пофоткала, вам дала. Это очень полезно тем, кто или только переехал, например, в Турцию, или в Кушадосы, или собирается переезжать, примерно прицениться. Потому что начинают спрашивать, а вы вот там цены нам скажите. Ага, я сейчас бегу и падаю, все цены по Турции называть. Вот я куда-то сходила, там какой-то ресторан, меню сфоткала с ценами. Сходила в другое место, пофоткала, что есть, какие товары, по каким ценам. Все это будет в Телеграме. Это все просто в Ютуб не поместишь. Ну и тому подобное. В самом Телеграме открыты все смайлики. То есть, если кто-то хочет мне поставить средний палец, прыгающую какашку какую-нибудь, или что-то, пожалуйста, ставьте. Чем мне нравится Телеграм, тем, что там аккаунты привязываются к телефону, и в принципе, чтобы создать дополнительные аккаунты, вам нужно новые номера телефонов, чтобы, например, много какашек поставить. Никто обычно этим не занимается. Да, можно ботов подключить, но боты дорогие. Обычно боты хорошо работают на комментарии как раз. Сейчас и в Ютубе, и в Телеграме куча вот этих маленьких программок, которые несут откровенную чушь, ну то, что им задали, пропаганду там и все прочее. Поэтому никаких комментариев. Будет пока что односторонняя связь, если кто-то хочет анонимную историю рассказать, что-то там спросить. Все на Ютубе пишите, а я в своих болталках адекватные вопросы буду отвечать. Итак, первый вопрос Оля. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как успехи у мужа с лечением саксендой? Мне эндокринолог ее прописал на 3 месяца. У меня результат за месяц минус 7 килограмм. Мне нравится, что нет чувства голода. Правда, саксенда очень дорогая. В Украине приблизительно 100 евро за упаковку с тремя ручками. До этого мне назначали Виктозу. Результата не было от слова вообще. Я хочу тут много чего ответить, поэтому в комментариях не ответишь. Виктоза. Самый первый препарат, который появился. Я его немножко попользовалась, но тогда у меня был метаболический синдром. Он хорошо действует у тех, тем людям, у которых махровый диабет. И на Виктозу переводят вообще с инсулина. Я помню, я сама еще успела, пока работала, пару человек перевести. Результат был потрясающий. У одной было минус 10, у другой минус 17 килограмм. Чуть меньше, конечно же, чем на глютидах. Но все равно это хороший препарат. На себе я тоже его пробовала. Но если у вас нет диабета, скорее всего, он не будет вызывать снижение веса. Это диабетический препарат. В общем-то, все они диабетические. И саксенда в том числе. Прежде всего, они были как созданы, нацелены на сахароснижение. Мы здесь покупаем сейчас, знаете, по какой цене? Сейчас скажу. Так. 3 250 лев. Это примерно 111 евро. И покупаем на мужа и на меня. Дикие деньги уходят, честно. Но у мужа отличный результат. Дальше, что я хотела сказать. У мужа-то отличный результат. Давайте я сначала про себя скажу. У меня почти результата нету, так скажем. У меня единственный результат – это стабильный сахарокрови. У меня саксенда вызывает дичайшие побочные эффекты. Конкретно, что снижение моторики кишечника. Если снижается моторика, то эвакуация из желудка замедляется. То есть, все вот эти процессы брожения усиливаются. И я, в общем-то, хожу, как, простите, за физиологию надувной мячик. У меня газ идёт отовсюду. Правда? Из всех шелей. Это звучит смешно, конечно, но мало приятного. Я думаю, поначалу там в инструкции не написано, что если увеличивать дозу, вот как по мифармину, это в конечном итоге пройдёт. По мифармину тоже бывают такие неприятные эффекты, когда его впервые назначают. Но если там перетерпишь, обычно всё проходит. А по саксенде не проходит, становится только хуже. То есть, я даже не довела свою дозу до терапевтической. Мне было совсем плохо, что мне пришлось отменить. По идее, считается, что если месяц не помогает, то надо отменить. У меня был некоторый маленький результат по всему месяцу. В общем-то, нельзя считать, что совсем результата не было. Я решила заново начать, но теперь на минимальных дозах. Что мне нравится, что идеальный сахар крови, то есть, прондиальная кривая хорошая, так скажем. Что мне не нравится, что при попытках увеличить дозу у меня начинаются снова побочные эффекты. Только на минимальной дозе мне нормально. Но значит, я буду пока что на минимальной дозе. Я думала, что я буду худеть так же хорошо, как муж, но, к сожалению, этого не случилось. Мы начали принимать Саксенду, но как вы, мы вернулись из Измита, то есть, вот это Стамбул, Измит мы ездили. Там мы ездили в институт, заехали, потому что здесь только какие-то высшие терапевты назначают и эндокринологи. Туда мы поехали к эндокринологу. Не специально прямо в Измит к эндокринологу, просто там еще в Измите была лаборатория сна, тоже муж хотел заехать, в Измите были друзья. В общем, одним наездом все проблемы решили решить. Если здесь в Кушадосе, то нужно ехать куда-нибудь в Вайден или в Измир к эндокринологу, чтобы назначил. Да, после того, только как назначат, можно покупать в аптеке в неограниченном количестве, что мы, собственно, и делаем, потому что муж берет Саксенду на себя, а пользуюсь ей я тоже. На Саксенду не действуют никакие страховки, то есть, мы берем по полной цене, поэтому, как бы, ограничение по этому количеству, которое ты берешь, нету. У мужа что было? В первые месяцы он вообще не верил, но за первые несколько дней он там минус 3 килограмма, он такой, опачки. Прежде всего, у него ушли отеки. У него полностью исчез голод, вот этот волчий его. Раньше он всегда брал добавку, вторую тарелку или еще третью. Я всегда кашеварила, очень много варила. В первые месяцы я очень много варю, и, в общем-то, он не ест это все. Очень много у нас уходило в мусор, просто потому, что я не рассчитывала, сколько мы все съедим. Я сейчас очень мало готовлю, буквально на один прием пищи каждому, иногда даже всем отдельно. То есть, я не занимаюсь какими-то супер-пупер сложными блюдами, которые сложны в приготовлении. Простое, более-менее диетическое и на каждого человека, потому что Маше можно отдельно, более такой калорийное сварить. Она ребенок, она растет, ей все нужно. Мы более диетическим питаемся. В первый месяц у мужа, сколько он потерял? Минус 13 килограмм. До сих пор нету чувства голода, ему это очень нравится. Дальше что? У него было отвращение к сладкому и к коле, оригинальной вот этой вот. Ну, я как начала колоть, меня вообще кола опротивила, все опротивило буквально. И я перешла была на моден сую, то есть на минералку. Спустя где-то два месяца, в общем-то, аппетит к сладкому возвращается, но правда не в таком количестве. Сейчас муж все равно хочет периодически колу, мы ее покупаем. Ну, что поделаешь, вредный напиток, но хочется. Он похудел у меня со 162 килограммов до 35. Получается, сколько? 27 килограмм. И он продолжает. Бывает, что целый день он не хочет есть, особенно в жару. Что-то чуть-чуть поклюет утром. Ну, не голодный я, не голодный. Я говорю, ты врешь, ты пытаешься нарочно больше меня похудеть. Он, отшучиваемся, короче говоря. Он говорит, нет, действительно не голодный. Жить проще стало, меньше тратим на еду, но больше на лекарства. Так, и вы что еще говорите? Эндокринолог прописал на 3 месяца. Да, сейчас эндокринологи прописывают на 3, на 6 месяца именно с целью похудения. Почему? Потому что может быть как у меня, то есть оно не действует. Если у вас нет диабета, то в принципе, если не действует лекарство, зачем оно вам нужно? Оно действует на тех, у кого проблемы именно с инсулинорезистентностью, у кого слишком много инсулина, гиперинсулиномия. И да, очень хорошо помогает в этом смысле. По интернету разгоняются мифы, что это не физиологичное похудение, слишком быстрое, все плохо, лучше типа обрезать желудок. Это абсолютно неправда, потому что в любых случаях операция не свадьба, она подождет. Всегда, если вы что-то отрезаете, оно новое уже не вырастет. Гораздо физиологичнее, когда вы вкалываете недостающий гормон кишечника и восстанавливаете баланс гормонов. Именно так и происходит физиологически с аксендой. То есть, ну, сильно прям хорошо похудел. Я вам скажу так, он где-то 21 килограмм легко ушли. Ну, там часть, наверное, килограмм 5 была чиста вода, у него были отеки. И вот первые 15 легко, потом начала стягиваться кожа, то есть, с живота ушло, там, с этого лицо осунулось. У него кожа не повисла, как бывает при резком похудении. Я смотрю, что он аккуратненько сдувается. Главная его проблема была гепатомегалия, то есть, огромная печень, жировой гепатоз печени, тот самый метаболический. Вот сейчас печень резко уменьшается в размер, прямо это заметно по нему, то есть, весь живот уходит. У него нету вот этой фигуры яблока больше совсем. Он становится, ну, вот нормальный мужчина какой должен быть фигуры. Ему очень нравится, да. Никаких проблем у него вообще по нулям, никаких побочек. И сахар идеальный, он же все-таки тоже диабетик. Я вот так вот отвечу на ваш вопрос. Я надеюсь, я удовлетворила любопытство. Посмотрим, что еще будет. Ладно, следующий вопрос. Этот я очень долго отвечала. Оля, подскажите, пожалуйста, как можно будет отправить посылку с Турции в Германию? Лягко. Собираете всю посылку, какая есть, несете на ближайшую почту, адрес им показываете и так далее. И упаковываете все, как они вам скажут. Отправляете все. Больше ничего там. ПТТ, турецкая почта, прекрасно все туда отправляет. Дорого, может быть. Это вот я не знаю по ценам. Если вы плохо на турецком говорите, ну возьмите девочек-помогаек. То есть со своего города можно в группу Фейсбука написать. Типа, вот нужна помощь, там отправить посылку и так далее. Кто-нибудь может, там бесплатно или даже за небольшую денежку. Обычно соглашаются. В этом проблем в этом вообще нет. Не советую отправлять с кем-то. В последнее время что-то много мошенников развелось. То есть документы люди отправляются в вознаграждение, посылки отправляют, не доходят. А потом ищи-свещи ветрополе, потому что этот человек не передал. Или проверенному человеку, в общем с ним, если он летит. Или лучше все-таки с почтой. Следующий маленький вопрос. Добрый день, Олечка. А турки пьют зеленый чай? Вы, по-моему, мне этот вопрос задаете на видео о чае. Ну как вам ответить? Почти нет. Очень редко. Все-таки где-то 90% турок привержены к черному обычному чаю. Разной степени заваренности, так скажем. Некоторые любят слабо заваренный. Некоторые прям чефир любят. Но все равно не зеленый. Зеленым увлекаются здесь местные неформалы, маргиналы, фитоняшки. То есть те, кто спортом занимается и так далее. И хотят это все доказать всему миру. Да, вот они только зеленый чай. Причем здесь зеленый чай продается. Здесь его даже вы можете много встретить. В Мегросе, в Шоке, в Биме есть свой зеленый чай. Так и называется. Ешиль чай. Вот от Липтона вам реклама чая. Липтон, кстати, здесь сильно отличается от того, что, например, даже в России у нас продают. Очень вкусный Липтон местный. Так вот. Вы вряд ли найдете, ну или с трудом найдете там зеленый чай с бергамотом или еще какие-то. Лучше отдельно тогда уже зеленый чай покупать. Бергамот или мелису отдельно в октарах и смешивать. Зеленый чай также может продаваться в октарах. Но если хороший октар, то да, там все свежее, все. Но спросом особо зеленый чай не пользуется. Поэтому аккуратнее можете купить там труху. Пьют здесь местные топ-модели, молоденькие турчаночки, турки, которые вот этими фитнесами ходят, на работе выпендриться, что я вся такая на диете и вся такая в правильном питании. А потом заесть этот зеленый чай каким-нибудь жирным кебабом, то что бывает. Ну, так вот, в общем. Следующий вопрос отвечу. Здравствуйте, Ольга. Посоветуйте, какую сим-карту купить для интернета мне на две недели надо. Прямо под вас новость пришла. Буквально через день от вашего вопроса. Я обычно на вопросы все вот эти вот не сразу отвечаю, когда их накопится штук пять. Так вот, зачитываю. Скорость мобильного интернета в Турции оставляет жирать лучшего. Скорость мобильного интернета в Турции за первые шесть месяцев 2003 года составила 32,52 мегабит в секунду. В прошлом году Турция занимала 66 место в глобальном списке по скорости интернета, а в этом году опускалась аж на 72 место. В Турции не только скорость скачивания, но и скорость отдачи не увеличилась, а даже уменьшилась. Средняя скорость загрузки через мобильный интернет в Турции составила 12,94 мегабит в секунду. Задержка, критичная особенно в играх, была зафиксирована в 25 миллисекунд. То есть на мобильном интернете в онлайн-игры типа танчиков, типа там, я не знаю, стрелялок, гонок не поиграешь, будут запаздывать ваши действия. Но фермы там всякие запросто поиграете. По статистике, лучшим провайдером мобильного интернета является Турксель. Средняя скорость загрузки среди пользователей Турксель составляет 58,52 мегабит в секунду. За ним следует Турктелеком со скоростью загрузки 29,22 мегабит в секунду и Водофон со скоростью загрузки 18,68 мегабит в секунду. То есть из всего вышесказанного советую вам купить, в общем-то, пакет от Турксель. Вам нужен интернет, будет самый такой, более-менее, который вообще существует в Турции. Вот так отвечу на ваш вопрос. Дальше. Ну, я даже не знала, отвечать на этот, в общем-то, запрос или нет. Ну, отвечу, чтобы женщина поняла, что она фигнёй страдает. Честно, вот больше не придумаешь. Вам реально заняться нечем, так скажем. Пишет женщина. Ну, вот тут два комментария, одни и те же. На другом анонимном вопросе вообще пытается решить свои собственные проблемы. Я тоже столкнулась с Турком. Ну, что значит столкнулась? Вы же не в магазин вышли, и там медведя встретили. И турки это не какие-то чудо-юдо-зверушки, которые редко встречаются в природе. Турецкая нация расселена по всему миру, поэтому встретить Турка это не что-то страшное. Поэтому я не понимаю, почему у вас отношение такое, что единственное что-то волшебное такое, экзотичное. Я столкнулась с Турком. Но так много проблем мне непонятных, всё странно. Ну, и на кой он вам сдался? И, конечно, я не вижу будущего, но хотя бы хочется продать, что у него происходит на самом деле. То есть из серии «Сидела женщина, скучала, встретила Турка, что же у него там происходит?» На вопросы он не отвечает, говорит «Как-нибудь потом расскажу». Ну, и на кой он вам сдался? Есть такая песенка сейчас знаменитая, знаете? «Уа, нафига, нафига, нафига тебе всё это?» «Уа, нафига, нафига тебе сдалось?» Есть, правда, вариант украинский этой песенки. Там начинается с Курва. Погуглите. Вот это даже больше подходит под всю ситуацию. И дальше она же пишет. «Расскажите, пожалуйста, о законах развода в Турции. Вам-то зачем это сдалось? Если мужчина уже непонятная, оставьте его в покое. Если у мужчины уже два развода за спиной, что это для него значит? Какие проблемы? Ну, какие проблемы? Ментальные, наверное, раз он с двумя женщинами уже не смог ужиться. Дальше вы пишете. Если жена не даёт развода, то есть он уже женатик с двумя разводами за спиной и третий раз разводится. Если жена не даёт развода, как это отражается на мужчине? Не знаю. Пиписка, может быть, не стоит. А может быть, стоит на всё, что движется. Такие странные вопросы. Причём от взрослой, видимо, женщины. И ещё, что я вижу от вас. То, что вы бегаете по моим видео, например, там видео «Турецкие мужчины за 40, за 50, за 60». То есть этот мудак ещё и в возрасте. Как говорится, если что-то выглядит как говно, если оно пахнет как говно, то не надо его на вкус пробовать. Скорее всего, это говно. Зачем вы это вообще? Я вообще не понимаю. В ступор меня вот такие вот подписчики ставят. И да, вы продолжаете там на каждом что-то видео писать. Вам не нужен мой канал. Вам эта Турция вообще честно не сдалась. Выяснять, что за проблема у этого мужика вообще не надо. Это мужик, который два раз не ужился с женами и третий раз тоже разводится. И уже в процессе развода ещё одну нашёл, который на вопросы не отвечает. Говорит, потом как-нибудь расскажу. Господи, где ваше самоуважение? Ну, серьёзно. Я надеюсь, что эта женщина меня услышит. Но реально, завязывайте с этим всем. И последний вопрос, который я точно отвечу. Добрый день, привет вам из Турции. Очень интересует тематика турецких танцев. Я вижу, как в отеле турчанки танцуют, пытаясь понять. То есть, хоть вы и в Турции, но вы пишете это всё дело из отеля. К Турции вы не относитесь. Вы хотите понять турецкие танцы. Так, они комбинацию шагов меняют. Ну, ладно, это я не буду зачитывать. Если набираешь турецкие танцы, в основном выдают танец живота. А это неприлично танцевать в приличном обществе. Не, а почему прилично только без костюма? То есть, если девушка умеет двигаться вот так вот, все на ура это воспринимают здесь. Считают, что о, как круто, но вы должны прилично одеты, то есть не быть в костюме. Чтобы живот не был оголённый и так далее. Даже здесь некоторые турчанки умудряются, вот они знают, как попой подвигать, себе платочек какой-нибудь завязать так быстренько и попой подвигать. Серьёзно, если... Ну, пожалуйста, пусть это не будет выглядеть, как этот, как его танец, тверк. Что там жопа его так... Ух, что хочется как шлепануть по этой жопе. То есть пусть это не выглядит, как тверк, а пусть это выглядит, как танец живота. Если вы нормально одеты, где-нибудь на носу, на эти, там, на этом, можете так двигаться. Все воспринимут это дело на ура. Так, тема не раскрыта. Пишите странные вещи. Если у вас будет настроение под видео, я же не буду показывать вам танец. Во-первых, моя комплекция абсолютно для этого не подходит. Очень хочется научить и понять все нюансы и так далее. То есть вы просто на русском вводите танец турецкий, и вам всякое вылазит. Во-первых, нужно выучить название танца и конкретно, что вы хотите выучить. Самый простой танец, который легко выучить, это Дамат Халай. Там движутся просто в одну сторону, в другую, потом и вверх. Всё. Есть ещё Халай, Ючаяк, Халай, Касап, Харон. Харон какой-нибудь, Страбзона у них там какие-нибудь особенные. Потом чё ещё? Колбасты, но это вообще, по-моему, для сильно прямо спортивных, мне кажется. Зейбек, хороший танец. И вот, вводите в поисковик на латинице, например, Халай, Насыл, Ойнаныр. Знак вопроса. Вот такой вот фразы. Или там Учаяк, Насыл, Ойнаныр. И вам вылезут те самые видео, в которых медленно показывают, как они перебирают ногами. Обычно, как перебирать ногами, задаёт ведущий, самый первый, который движется в круге. А потом, если круг замыкается, они все вместе начинают быть. Так, ещё как можно найти. Тоже название танца, например, Халай Дер Си. Уроки Халая. Запросто вы всё это дело найдёте. Ну, вообще, значит, вам это точно надо. Вы же уедете. Если уехать, то всё, уже всё забывается в основном. Ну, посмотрите, если вам так сильно интересно. То есть, я вам подсказала, как это дело правильно найти. Найдёте учителей. И так далее. На этой танцевальной нотке я завершаю свою болталку. Ещё наберётся 5 приличных вопросов примерно. Будет новая болталка по вашим комментариям. А на этом всё. Пока-пока. Люблю вас всех. Целую. Всего доброго.